Сказка «Кот-рыболов». Пошёл как-то кот на речку рыбу ловить, и у самой опушки лису встретил. Помахала лиса пушистым хвостом и говорит медовым голоском. Здравствуй, кум-куманёк, пушистый коток. Вижу, рыбку ловить собрался. Да, вот хочу котятам моим рыбки принести покушать. Лиса глаза опустила и совсем тихо спрашивает. Может быть, ты меня рыбкой угостишь? Я тоже её очень сильно люблю. А то всё куры да утки. Посмеялся кот. Так и быть, первую рыбку поймаю и тебе отдам. Уж и не знаю, как тебя отблагодарить. Ладно, ладно. Пошёл кот дальше, а лиса за ним в припрыжку бежит и про себя нашёптывает. Первая рыбка моя, первая рыбка моя. А тут из-за ствола мохнатой ели вышел им навстречу большой лохматый серый волк. Здорово, браток, прохрипел волк. На рыбалку топаешь? Да. Вот хочу котятам моим рыбки наловить покушать. Ну, а мне? Рыбёшки подбросишь, браток? А то всё козы да овцы, козлы да бараны. Мне бы чего-нибудь новенького, интересненького попробовать. Усмехнулся кот. Ну, ладно. Первая рыбка тогда будет лисе, а вторая тебе, волчок серый бочок. Молодец, браток. Спасибо. Ладно, ладно, ещё не за что благодарить. Рыбки-то мы ещё вообще не наловили. И все пошли дальше, к реке поближе. Шагает кот по лесу, за ним лиса в припрыжку бежит, про себя шепчет. Первая рыбка моя, первая рыбка моя. Волк позади ковыляет, бормочет. А вторая моя, а вторая моя. Вдруг из самой чащи вышел медведь. Увидел кота с удочкой, как заревёт. Эй, сынок, ты что, рыбу ловить собрался? Да, Михаил Потапыч, здравствуй. Вот хочу котятам моим рыбки наловить. Слушай, сынок, неужели мне старику рыбы не дашь? Я ведь до смерти люблю рыбку-то. А то всё быки да коровы, с рогами да копытами. Кот усмехнулся в усы, говорит. Первую рыбу я лисе обещал, вторую волку, ну а тебе уж третья будет. Пусть третья, только чтоб самая большая, ведь я ж самый большой, хо-хо-хо-хо-хо. Ладно, сказал кот. И все дальше пошли к реке поближе. Впереди кот шагает, за ним лиса в припрыжку бежит. За лисой волк крадется, позади всех медведь в перевалку топает. «Первая рыбка чур моя», шепчет лиса. «А вторая моя», бормочет волк. «А третья вот такая большая моя», рычит медведь. «Так и пришли все к реке. Снял с себя кот мешок, рядом ведерко поставил, стал удочку разматывать. Лиса, волк и медведь в кустах неподалеку устроились, все ожидают улова. Насадил кот на крючок червячка, закинул удочку, уселся поудобнее и на поплавок смотрит. Приятели в кустах тоже с поплавка глаз не сводят, ждут. Лиса шепчет. «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» И вдруг поплавок дрогнул. Лиса ахнула. «Ах, моя рыбка клюет!» Поплавок на воде заплясал, запрыгал, от него круги во все стороны побежали. «Дергай, дергай, тащи мою рыбу!» закричала лиса. Испугался кот, дернул. Сверкнула серебром рыбка и с плеском ушла под воду. «Сорвалась!» прохлепел волк. Поторопилась глупая, крик подняла. «Ну, теперь моя очередь!» «Моя-то уж не сорвется!» Насадил кот на крючок нового червяка и снова закинул удочку. Потирает волк лапы, приговаривает. «Ловись, рыбка, большая и крупная, ловись!» Тут как раз поплавок вздрогнул и пошел гулять по воде. Кот удилище уже в лапку забрал. «Не дергай!» «Рычит волк!» «Дай рыбке покрепче зацепиться!» Отпустил кот удочку, а поплавок вдруг сразу остановился. «Вот теперь тащи!» скомандовал волк. Кот дернул удочку, на конце лески голый крючок болтается. «Дождался!» хихихнула лиса. «Твоя рыбка всего червяка объела!» Кот насадил на крючок нового червяка и в третий раз закинул удочку. «Ну, теперь тихо!» ряфнул медведь. «Если мою рыбу спугнете, я вам!» Поплавок весь ушел под воду. Леска как струна натянулась, вот-вот оборвется. «Хо-хо-хо!» радуется медведь. «Это моя!» «Как наказывал самая большая!» Кот еле-еле на берегу держится. Рыбина, того и гляди, его в воду стащит. Вот из воды уже показалась страшная усатая морда. «Вот так сом!» «Я первая!» «Это моя!» «Не дам!» Вдруг звизнула лиса и кинулась в реку. «Нет!» «Шиш!» «Моя будет!» зарычал волк и нырнул вслед за лисой. Медведь на берегу ревет во все горло. «Ограбили разбойники!» А в воде уже бой идет. Волки лиса друг у друга рыбу выдирают. Медведь недолго думал и с разбегу тоже бултыхнулся в воду. Вода в реке как в котле кипит. То и дело наверх чья-нибудь голова вынырнет. То лисья, то волчья, то медвежья. Из-за чего дерутся неизвестно. Рыба-то давно уже уплыла. Усмехнулся кот в усы, смотал удочку и пошел другое место искать, где потише и поспокойнее будет. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец!